Всем привет! Вы на канале Медиазум. Мы уже готовы поделиться интересной информацией, но сначала просим вас поддержать наш проект лайком и подпиской. Также не забывайте о комментариях. Вместе мы можем всё, ведь вместе мы сила! В Украине создадут две военно-морские базы. Раскрыты детали рамочного украинско-британского соглашения, которое значительно усилит ВМС Украины. В пятницу 12 ноября посол Украины Великобритании Вадим Пристайко подписал в Лондоне украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на усиление вооружения Украины. Благодаря кредиту на сумму в 1,7 миллиардов фунтов стерлингов от Великобритании, наша страна покроет первоочередные потребности ВМС, укрепив украинский флот. Это поможет сдерживанию агрессии России со стороны Черного и Азовского морей. Соглашение предусматривает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение в Великобритании двух тральщиков и создание в Украине двух военно-морских баз. А тем временем украинские военно-морские силы провели тренировку с кораблями ВМС США, Турции и Румынии. Об этом в Facebook сообщает служба по связям с общественностью командования военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли участие в тренировках типа PASICS с кораблями ВМС США, Турции и Румынии. Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США, корабль управления Маунт-Витни. Также была привлечена авиация американских ВМС, патрульный самолет P-8, Посейдон и вертолет. Всего в тренировке приняли участие семь кораблей, два из которых от украинских ВМС. Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса. Кроме того, подобные мероприятия позволяют поддерживать безопасность Черноморья, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций. Маневры кораблей и самолетов НАТО в Черноморском регионе вызывают тревогу у президента России Владимира Путина. Такое заявление в четверг сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского президента, Путин неоднократно отмечал, что военная активность НАТО в Черном море является предметом его обеспокоенности. Песков заявил о необходимости повышенного внимания в связи с заходом американских военных кораблей в Черное море, но при этом уточнил. Путин пока не контактировал с президентом США Джо Байденом на эту тему. Тем временем Минобороны РФ сообщили, что силы Черноморского флота осуществляют контроль за действиями флагманского корабля 6-го флота США «Маунт Витни» и эсминца «Портер». Минобороны России фиксируют повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черном морском регионе. Прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. За последние сутки обнаружены и сопровождались радиоакционными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО. Полеты разведчиков У-2С, РС-135 и двух базовых патрульных самолета П-8А «Посейдон» выполнялись в воздушном пространстве над северо-западной и центральной частями Черного моря. В период с 12 до 15 часов самолет-разведчик РС-135 ФВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе РФ в районе юго-западной части Крымского полуострова. В целях контроля за его действием был осуществлен подъем истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. На удалении около 30 км от государственной границы РФ к самолету-разведчику подлетел российский истребитель Су-30, после чего британский самолет изменил курс в направлении от границы России. В настоящее время эсминец «Портер» и штабной корабль «Маунт Витни» продолжают движение в западную часть Черноморской акватории. Контроль за действиями американских кораблей ведет крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота. Министерство обороны России расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украины силового решения конфликта на Юго-Востоке. Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ – это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозы региональной безопасности и стратегической стабильности. Друзья, все, что думаете по этому поводу, обязательно напишите в комментарии под этим видео. Стоит добавить, что ранее в России остро отреагировали на заход американских кораблей в акваторию Черного моря. С угрозами в том числе выступил и президент страны-агрессора Владимир Путин. Таким образом, Путин обратил внимание на растущую интенсивность полетов НАТО у российских границ, а также появление в акватории Балтийского и Черного моря кораблей с управляемым ракетным оружием. Дальше цитата. «Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны», – заявил Путин. Конечно же, отреагировал на эти события и скандальный глава МИД России Сергей Лавров. «Демонстрация флага военно-морских сил США не делает ситуацию в мире более стабильной», – заявил Лавров. «Было несколько раз, когда Соединенные Штаты прямо объявляли необходимое заходо своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России, недопущения создания рисков со стороны России в Черном море. Это, конечно, не добавляет стабильности», – заявил Лавров. «Демонстрация флага военно-морских сил», – заявил Лавров. «Демонстрация флага военно-морских сил», – заявил Лавров. «Демонстрация флага военно-морских сил». На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Также не забывайте писать комментарии, лайкать наши видео и, конечно же, подписывайтесь и смотрите другие видео. Ну а это, если вы забыли, канал Медиазум. Оставайтесь с нами и будете знать всю правду о том, что происходит в мире. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok